Все силы медиков во всех странах Содружества сейчас направлены на борьбу с пандемией. Все подробности у наших корреспондентов. Казахстан смягчает режим карантина. С понедельника в Алматы и Нурсултане возобновили свою деятельность крупные промышленные предприятия, строительные магазины, станции технического обслуживания, автомойки и химчистки. Главное в условиях пандемии не допустить роста безработицы. Еще никогда в Казахстане так быстро не строили. В столице возвели новый госпиталь на 200 коек. На все про все ушло две недели. Фундамент заливали, когда еще проект не утвердили. Часть расходов компания-застройщик взяла на себя. Государство оплатило только материалы. Теперь сюда заехали медики, которые очень просят поднять зарплату. Вы должны понимать, что традиционные для Казахстана рынки обвалились. Мы недополучаем бюджет серьезной суммы, на которую мы рассчитывали. Но даже и в этих тяжелейших финансовых условиях мы не оставим без внимания вашу просьбу. Пик эпидемии пока не пройден. Количество заболевших растет. Но есть и хорошие новости. Так, в Нурсултане провожали 93-летнюю пациентку, которая полностью вылечилась от коронавируса. Диагноз COVID-19 у шестисотен медиков. Среди них и бывший вице-министр здравоохранения Камал Жаннадыров. Я хочу напомнить, что и врачи, и журналисты на сегодняшний день трудятся на передовой. Они одни из первых сталкиваются с возможной опасностью, но при этом, несмотря ни на что, продолжают выполнять свой профессиональный долг. Всем тяжело, но только помогая друг другу, мы можем быстрее выйти из этой ситуации. В Кыргызстане ситуация стабилизируется. В Минздраве даже говорят, что пик эпидемии уже пройден. Из более чем шести сотен человек половина выздоровели. Однако расслабляться рано. В стране более 150 заболевших медиков. Для всех сотрудников больницы предусмотрен тест на COVID-19. Правительство республики помогает и людям, потерявшим работу. Корзины с крупами и овощами на этой неделе получили более 100 тысяч человек. Те, кто обеспечивают семьи ежедневным заработком, особенно испытывают большие трудности. Также те, кто работают в сфере обслуживания населения. Надо обращать внимание на поддержку продуктами питания. Наши возможности по сравнению с другими государствами могут быть ограничены, но у нас хватит сил для оказания поддержки нашим гражданам в это непростое время. Глава Кыргызстана Суранбай Джейнбеков предложил постепенно выводить экономическую жизнь страны из ступора. В Кыргызстане по-прежнему действует комендантский час. За соблюдением режима следит более 5000 милиционеров. Отделение полиции в центре Тбилиси сюда ежедневно привозят десятки нарушителей комендантского часа, которые не просто вышли на улицу после 9 вечера, но и оказались в сопротивлении сотрудникам МВД. Людей не пугают даже штрафы. 900 долларов для физических лиц и 4500 для юридических. Всего за месяц чрезвычайного положения выписано штрафов на 8 миллионов долларов. Подспорье для бюджета в период экономического кризиса. Последствия от него могут быть гораздо серьезнее, чем от пандемии. При том, что ЧП продлили еще на месяц до 22 мая. Нам нужно прежде всего избежать резкой вспышки эпидемии, чтобы ежедневно у нас не было сотен случаев. Пока счет идет на десятки, наша система здравоохранения справляется, а дальше может наступить коллапс. Коронавирус добрался до самых отдаленных сел. Пришлось объявлять полный карантин. Блокпосты контролируют военные и полиция. В некоторых населенных пунктах нет ни магазинов, ни аптек. Власти на местах обещают помочь с продовольствием и медикаментами. Еще один населенный пункт в Молдове закрыли на карантин. На спецрежим переведено село Брынзены на севере республики. Вспышка произошла в психоневрологическом интернате. Коронавирусом заразились пациенты и персонал. Всего в республике закрыто 6 населенных пунктов. На неделе Минздрав заявил о новой тактике борьбы с пандемией. В очагах распространения инфекции будут проводить больше тестов. Меняются и подходы к лечению. Медики используют плазму выздоровевших людей. Первый донор – спасатель Дмитрий Карасик. Помогают и зарубежные партнеры. Китай, Турция, США, страны Евросоюза. В Кишиневе приземлился и российский самолет. На борту 50 тонн масок, перчаток, защитных комбинезонов и экранов, которых так не хватает медикам. 60 миллионов долларов потратили власти Армении на помощь пострадавшим от пандемии. Помимо ежемесячного пособия, малообеспеченные семьи получат еще и единовременную выплату. Так же, как и работники ресторанного бизнеса и сферы услуг. Они получат почти по 300 долларов. Поможет государство и тем предприятиям, кто сохранил своих сотрудников и не уволил. Размер поддержки зависит от размера зарегистрированной зарплаты или оборота. В рамках девятого антикризисного мероприятия мы предоставляем единоразовую помощь родителям, которые не были зарегистрированными работниками и не имеют работы. Мы платим таким родителям по 26 500 драмов за каждого ребенка. Впервые в истории в Тетернак-Аберте не было народного шествия в годовщину памяти жертв геноцида армян. К мемориалу приехали лишь первые лица государства и по очереди возложили цветы к вечному огню. Граждане отправляли СМС на символический номер 1915. Имена пославших сообщения были спроецированы на обелиске и колоннах. История повторяется. Во время Великой Отечественной армяне собрали деньги на танковую колонну «Давид Сосунский» для борьбы с фашизмом. Сегодня собирают для победы над врагом невидимым. В фонд борьбы с коронавирусом граждане отправили более 2 миллионов долларов. Выходцы из Армении оплатили несколько чартерных рейсов, которые вернули на родину несколько сотен человек. В Азербайджане заработал портал «Еду домой». Все граждане, которые застряли в России и хотят вернуться на родину, должны зарегистрироваться на нем, оставить личные данные и ждать. При первой же возможности человеку сообщат дату и время вылета. Карантин в Азербайджане продолжается. Его продлили до 4 мая. Система здравоохранения справляется, но в стране готовится к любым сценариям. Президент Ильхам Алиев распорядился выделить 7 миллионов долларов для строительства модульных больниц. Их будет 10. Больницы модульного типа будут установлены близ других больниц. Это делается для эффективного использования медперсонала и кадровых ресурсов. Беларусь получит финансовую помощь от международных фондов. Александр Лукашенко распорядился потратить эти деньги на модернизацию инфекционных больниц. Их две недели назад проверяли эксперты Всемирной организации здравоохранения. А на это и в Минск пришел отчет. Они нам рекомендуют, как некоторые пишут, плод до комендантского часа ввести. Слушайте, я еще раз подчеркиваю. Надо введем и комендантский час. Надо изолируем города и поселки и деревни. Но разве сегодня такая стоит проблема перед страной? Нет. Поэтому мы не отмахиваемся от рекомендаций. Но мы должны из комплекса рекомендаций нашего опыта действовать соответственно. Нельзя действовать на авось и нельзя действовать, а давайте сделаем на всякий случай. Хуже не будет. Не рассчитывать на авось президент советует и бизнесу. А некоторые сидят, сложив руки и чего-то ждут, что им кто-то что-то даст. Никто никому ничего не даст. А если кто-то хочет, чтобы ему дали, пусть скажет, где это взять. Мы что сегодня будем забирать у людей, которые напрягаются, и отдавать тем, кто сегодня бездельничает? Этого не будет. Пример тому славянка. Теперь знаменитая фабрика шьет одноразовую одежду для медиков и маски по 200 тысяч штук в день. На внутреннем рынке такой продукции достаточно. Александр Лукашенко разрешил возобновить экспорт. В каких объемах – решать производителям. Вот так вот руку сюда, и сюда. Коронавирус не помешал республиканскому субботнику. Участие в нем приняли более двух миллионов человек. Среди них и Александр Лукашенко трудился в национальном парке Припятский и Гомельской области. За несколько часов президент и его команда высадили 8 тысяч саженцев. Белорусский лидер каждый год в 20-х числах апреля старается посещать районы, пострадавшие от аварии на Чернобыльской АЭС. Сегодня, кстати, годовщина этой страшной трагедии. Она произошла, напомню, 34 года назад. Мир долго отходил от той катастрофы, и теперь вот новая напасть – коронавирус. Когда же все это закончится? Прогноз от Александра Лукашенко. Несмотря на смертность там 400-600 человек в сутки, Европа поняла и начала открываться. Поэтому в течение месяца, я уверен, экономика, мировая экономика, особенно у наших соседей, будет работать. В том числе и в России. Они уже понимают, куда вскочили. Все понимают в мире. Субтитры создавал DimaTorzok